Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно кормить помидоры, когда кормить, в каком количестве и какие удобрения для этого лучше использовать. Итак, первую подкормку мы осуществляем через 2-3 недели после посадки помидоров в грудь. Но помните, что минеральные удобрения томатами лучше усваиваются именно в жидком виде. Первая подкормка, как правило, совпадает с временем образования завязи на первой кисти, цветочной кисти. И самое интересное, что именно в это время томатам они особо нуждаются именно в фосфорно-калийных удобрениях. Азотные удобрения здесь в данном случае лучше не выносить. Для этого мы используем 20-25 грамм суперфосфата и где-то 15-20 грамм серно-кислого калия. Это все расчет на один квадратный метр. Если вы все-таки заметили, что ваши растения имеют угнетающий вид, то есть листья желтеют, особенно нижние листья, и вы сразу замечаете, что растение действительно страдает, ему не хватает питания, то, конечно, в данном случае мы иногда вносим азотистые удобрения. Но лучше в данном случае использовать аммиачную селитру. И мы вносим 10 грамм на один квадратный метр. Это вот такой расчет. То есть злоупотреблять азотом не следует, так как это способствует наращиванию большой зеленой массы и сказывается на качестве завязи. Поэтому с азотистыми удобрениями очень аккуратно. Вторую и третью подкормку мы производим при массовом росте и созревании плодов. То есть когда идет налив плодов, формирование плода и наливание плода. Вот тогда мы вносим вторую и третью подкормку. Для этого мы вносим на один квадратный метр 15-20 грамм аммиачной селитры. И 20-25 грамм стернокислого калия. Это все расчет идет на один квадратный метр. Что это дает? Это способствует более качественному наливу и созреванию плодов. Очень хороший результат дают некорневые подкормки. Но помните, что они служат не заменой основному питанию, а именно в дополнение. У многих стадов огородников есть масса своих способов, которые они используют для внекорневых подкормок. Основным конечно является наверное некорневая подкормка. Это вот такая вот борная кислота, янтарная кислота. Некоторые садоводы огородники используют водные растворы кефира с йодом, используют марганец. То есть масса различных подкормок, которые идут по листу. Они не просто питают растения, но и защищают. То есть можно даже и так совмещать. Очень часто для внекорневой подкормки используют раствор мочевины, но используют его конечно же перед цветением. Борная кислота тоже мы используем на ранних периодах, когда идет только завязывание плодов. Борную кислоту мы используем в разные периоды времени. Борная кислота способствует неопаданию зависти, лучшего накапливания сахаров, каротин, автоматов и способствует более качественному наливу плодов и хорошей лёжкости плодов. То есть борная кислота очень нужна. Марганец тоже очень необходим по автоматам, поэтому вот для внекорневых подкормок, как уже сказала, что у каждого садовода огородника есть какие-то свои маленькие секреты. Для внекорневых подкормок мы можем использовать вытяжки из удобрений и можем также их совмещать еще с микроэлементами. Это дает вообще наивысший результат. Внекорневые подкормки лучше осуществлять вечером. В отсутствии солнца то, что вы побрызгали по листу, это достаточно долго испаряется, а утренняя роса, которая появляется утром, способствует еще лучшему именно всасыванию в листы, в листья томатов всех удобрений и минералов. Для предупреждения грибковых заболеваний и других каких-то вирусных заболеваний в течение лета мы осуществляем помимо подкормок по листу и по корням, еще делаем профилактику от грибных заболеваний. В следующих роликах я вам расскажу, какие препараты лучше для этой цели использовать и вообще когда все это проводить. Опять же я могу сказать, что у каждого садоводства огородника есть какие-то свои маленькие секреты с борьбой с основными вирусными заболеваниями, но тем не менее помните, особенно начинающие садоводы я хочу сказать, что это основная часть для получения хорошего, здорового урожая. Во второй половине лета мы начинаем проводить профилактику грибковых заболеваний в меде, содержащими препаратами. Любыми, какая вам нравится сельбордовская жидкость или хлороксид меди, ну любые смотрите. Есть еще препараты, которые против фитопфтороза, прямо на пачках написано против фитопфтороза, поэтому я вам расскажу, конечно, дальше их ролика, как правильно все это осуществлять. Ну думаю, что я вот все такие основные моменты вам мы осветили, поэтому следите за нашими новостями, оставайтесь с нами и всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok